Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Вышли на новую орбиту. ФОК в промышленном районе Самара заработал по программе Максимум. Козырек смерти. Ненадежная конструкция в любой момент может обрушиться на головы покупателей самарского магазина. Наш ответ – мавзолею. Восковая копия будущего вождя мирового пролетариата поселилась в доме музея Ленина. Крещение в Самаре не обошлось без происшествий, но главное – все живы. В ночь на 19 января в Самаре на Некрасовском спуске двум мужчинам понадобилась помощь спасателей. В момент погружения они случайно ушли под лед. Спасатели помогли им выбраться на поверхность. Всего за 18 и 19 января на дежурстве около купели находилось 73 спасателя. Задействовано 7 аварийно-спасательных автомобилей и аэроглиссер-патруль. Сегодня подозреваемому в убийстве экс-полицейского Рустама Иваева в Самарском кафе «Старый замок» предъявлено обвинение. Во время допроса в качестве подозреваемого 36-летний задержанный сначала дал признательные показания, а потом уже в качестве обвиняемого он отказался общаться со следователями. Напомним, убийство произошло в ночь на 8 января. Рустам Иваев, отдыхавший с братом и женой, сделал замечание компании, курившей в заведении, завязал из драка, в которой Иваев получил ножевые ранения и умер до приезда скорой помощи. Оппоненты братьев Иваевых скрылись. 12 января подозреваемый в убийстве был задержан. И далее куда более оптимистичным новостям. Спорт без границ уже в феврале в комплексе «Орбита», что в промышленном районе Самары, откроется бассейн. «Фок» стал первым городским объектом, который вмещает в себя и универсальный зал, и ледовую площадку, а теперь еще и водную зону. При этом, что важно, «Орбита» доступна для всех, включая людей с ограниченными физическими возможностями. Сергей Ромашов проверил. Как по волшебству баскетбольный зал «Орбиты» превратился в футбольное поле. Только что здесь кидали мяч в корзины юные спортсмены. А через минуту началась тренировка по футболу у ребят с ограниченными возможностями слуха. «Фок» доступен для всех. Забивать голы глухонемых парней учит мастер спорта Сергей Доркичев. В марте они выступят на чемпионате России по мини-футболу в Москве. Тренировочной площадкой Доркичев доволен. Сейчас, благодаря министру спорта Самарской области и также центру спортивной подготовки, нам предоставили зал. Я скажу так, что зал очень хороший, покрытие очень идеальное. «Фок Орбита» губернатор Николай Меркушкин и глава Самары Олег Фурсов торжественно открыли еще в августе прошлого года. С осени самарцы пользуются услугами универсальной спортивной площадки и ледовой арены. Теперь горожане могут готовить плавки и шапочки. 1 февраля в спорткомплексе откроется бассейн. Тогда уже «Фок» начнет работать по программе «Максимум». Непосредственно войти в воду мы планируем 1 февраля. Весь спектр физической активности, которая на воде возможна в Самаре, там, где есть специалисты, конечно, здесь будет. То, что под одной крышей находятся три объекта, это впервые применен здесь такой метод. Мы ждем такой же «Фок» маяк в юнгородке. Первый подобный объект в Самаре не случайно появился именно в промышленном районе. Необходимость открытия здесь современного спортивного комплекса назрела давно. Ведь вся спортивная база этой территории морально и физически устарела. «Фок» орбита стал хорошим подспорьем для развития детского и юношеского спорта в городе. Рядом также планируется строительство дворца единоборств и стандартное футбольное поле с искусственным покрытием. Пример орбиты показывает, что с наполняемостью объектов проблем быть не должно. «Фок» орбита уже полностью готов. По своим характеристикам он не уступает ведущим спорткомплексам губернии. Здесь уже занимаются сотни ребят. Сергей Ромашов, Максим Гусев. События. Смертельно опасный шоппинг. Иногда поход в магазин может оказаться последним. Самарцы забили тревогу, когда металлический навес над крыльцом супермаркета прогнулся под весом снега. Ненадежность конструкции видна невооруженным глазом. В любой момент козырек может обрушиться. И покалечить людей. Неужели владельцам магазинов все равно? Удивлялась Марина Матвейшина. И этот навес местные жители уже давно окрестили козырьком смерти. Каждый раз, заходя за покупками в магазин, люди рискуют жизнью. Козырек может обрушиться в любой момент. Особенно сейчас, когда на крыше сугробы снега металлический навес скрипит и гнется. Опоры не выдерживают веса наледи. Ну да, конечно, страшно опыта. А куда деваться? Я здесь недалеко живу. Здесь снег когда пошел, и вот началось с этого. Ну и тем более там не счищают. Страшно. Просто страшно, конечно. Мы думаем, что руководство все-таки что-то предпринято. Руководство тем временем предпринимать меры не торопится. Администратор магазина рассказывает. И сама уже два года ходит на работу, как в последний раз. И собственник об этом знает. Знает, что все, когда идет до лавины, что крыша скоро рухнет. Все и знает. А уже второй год я пишу. Эти опасения преувеличены, утверждает внезапно появившийся мужчина. Он представляется завхозом и доверенным лицом собственника. Отвечать на вопросы отказывается. Исследование. Поэтому определили, что крыша в данный момент не обвалится. Потому что вот сейчас мы проводим очистку крыши. И после этого будем ее укреплять. Как укреплять? Ее демонтировать не надо? Ее не надо демонтировать. А если ее демонтируют, то вот тот язык, который висит, он может просто-напросто убить людей. А для того, чтобы... А наверху не чистится? Вот верхняя часть крыши не чистится. На ненадежную конструкцию обратили внимание специалисты Общероссийского народного фронта. По словам эксперта, просто почистить снег – не выход. Навес нужно демонтировать и строить такой, чтобы мог выдержать любой снегопад. Непроплист, он уже сломанный, уже несколько лет. То есть его даже не восстановить. Фермы прогнулись, и даже вот этот металл уже нельзя использовать. Сейчас нужно вещи блокировать, закрывать доступ сюда, усиливать, потому что авария должна уже быть в любой момент. Уже должна даже сейчас быть при нас. И очень не хотелось бы этого. Случай для города не уникальный, говорят ВОНФ. Такие невнушающие доверия конструкции есть во всех районах Самары. Судьбу этого козырька будут решать надзорные органы, куда планируют обратиться жители. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. И Ленин такой молодой. В экспозиции дома-музея, посвященном вождю мирового пролетариата, пополнение. Теперь там поселился сам Владимир Ильич. Точнее, его восковая копия. Что в год столетия Октябрьской революции весьма символично. Исследователи дотошно подошли к заданию. Изучили массу портретов юного Ульянова, прежде чем воссоздать его облик. Лариса Шалафаст поразилась почти мистическому сходству. Молодой рожеволосый человек небольшого роста. Именно так выглядел Владимир Ленин в свои 19-20 лет. Прежде чем воссоздать его облик, исследователи прочитали много книг воспоминаний его современников. Чтобы как можно точнее передать облик будущего вождя мирового пролетариата. Портретное ростовое изображение Ленина из воска сделал мастер из Ставропольского края Виктор Шулепов. На создание образа ушло два месяца. Мастер старался учесть все детали. От цвета глаз до одежды. Косворотка синего цвета. Обязательно с поясом. Простые брюки и ботинки. Именно в таком наряде молодой Владимир Ильич ходил дома. Может быть не особенно такой вот красивый с современной точки зрения. Но тем не менее человек с явно выраженной харизмой. Который умел зажечь, увлечь собеседника. Который как-то умел перетянуть даже своих оппозиционеров на свою сторону. Хочется экспозицию как-то оживить. Насытить ее новыми экспонатами, новыми артефактами. Для того, чтобы создать эффект присутствия. Так называемый музейный эффект. Вот поэтому мы и решили создать это портретное ростовое изображение. Материал, из которого сделана копия Ленина, довольно капризный. Поэтому в комнате приглушенный свет и отключено отопление. Выглядит фигура вполне правдоподобно. Убедиться в это могут все желающие. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Далее коротко о других событиях дня. Правительство ожидает от Роскосмоса кадровых решений в связи с аварией космического грузовика «Прогресс» и самарской ракеты «Союз-У» сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Рогозина. Цитата. «Если на двух предприятиях будут выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика, то мы не можем пройти мимо этой ситуации». Напомним, космический грузовик «Прогресс» МС-4 потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. На южном шоссе от фур отсоединился прицеп с деталями подъемного крана, из-за чего образовалась большая пробка. Фура заняла одну из двух полос по направлению в город, поэтому остальным автомобилистам приходится использовать для проезда оставшуюся часть дороги. Городская ГИБДД просит помощи в розыске водителя, сбившего 59-летнюю женщину в Самаре. Инцидент произошел 10 января около полудня в Кировском районе. Неизвестный водитель двигался по Ташкентске в направлении Московского шоссе и в районе 170-го дома сбил женщину, стоявшую на обочине в попутном направлении, после чего она попала в больницу. Дорожные инспекторы просят очевидцев обратиться в отделение розыска 3-й роты полка ДПС ГИБДД по адресу улицы Литвинова, 360, или сообщить по телефону, указанному на экране. Дольщикам Самары планируют дать 3 месяца на оформление квартиры. Исключение сделают только для наследников скончавшихся собственников, либо для тех дольщиков, которые не могут это сделать в связи с тяжелой болезнью. Инициативу озвучили члены Комитета по строительству ГУБДУМЫ. В дальнейшем предложения самарских политиков рассмотрят в Госдуме. Напомним, что изначально федеральный закон предусматривал для дольщиков срок регистрации в 6 месяцев. Однако парламентарии решили его сократить в связи с тем, что собственники не торопятся ставить квартиры на учет. Крещенские морозы в этом году отменяются. В грядущие выходные областные синоптики предсказывают самарцев вполне умеренные холода. В субботу и воскресенье днем температура воздуха будет колебаться от минус 8 до минус 13 градусов. Ночами 10-15 градусов ниже нуля. Ожидается небольшая снегопада. На дорогах местами гололедица. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты сейчас готовят материалы к эфиру. Кошмар на улицах крутых ключей. Московский режиссер приехал в Самару, чтобы снять триллер. Показать все, что скрыто, самарские полицейские раскроют студентам профсекреты. Далеко пойдут, точнее, поедут. АвтоВАЗ планирует увеличить список стран для экспорта. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айоз. Удачи вам, увидимся!